На встрече подвели итоги работы за июль и наметили планы на ближайшее время, но прежде всего собравшиеся обсудили наиболее актуальную тему последних месяцев – ситуацию с коронавирусом. Цифры статистики говорят о том, что ковид постепенно отступает. На этой неделе было 28 человек. Общая за все время это 2340. Ну и растет количество выздоровеющих – 2300. В целом за минувший месяц наш округ продемонстрировал отличные показатели во всех ключевых отраслях. Глава муниципалитета Алексей Спаский рассказал о старте крупных дорожных проектов. Заключен договор на ремонт дороги на Калиновку и двух развязок внутри города. Я считаю, что как только там начнутся работы, тогда нужно организовать выезд. Лето – активная пора и для комплексного благоустройства. Список адресов, где проводятся такие работы, внушительный. Законченное трудо на ПЛК. Также закончено комплексное благоустройство по адресу ПЛК 3СИ. Начали работы по комплексному благоустройству на Заводской 24. Кроме того, на этой неделе разыгрывается тендер по ямочному ремонту и нанесению разметки. Как только станет известен подрядчик, работы начнутся незамедлительно. Далее с докладами выступили руководители территориальных отделов. И практически все они обратили внимание на одну и ту же проблему. Огорчает нас вывоз мусора КГЛ. Боролись уже всю неделю. В конце недели кое-кде выписали. Но тем не менее, конечно, очень неприятно, когда жители нас уже задеграли, потому что и КГЛ, и много квартирных домов, и нас не вывозятся. Представитель мусоровывозящей компании заверил, что для скорейшей ликвидации завалов с крупногабаритными отходами увеличат число вывозов и задействует большее количество техники. Отчитаться о выполненной работе региональному оператору предстоит уже на следующем оперативном совещании. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.